Бешеная 6 лет. Следующий год должен был быть у него ответственным. Последний год в детском саду, подготовка к школе. С женой мы договорились, что она возьмет отпуск за свой счет и все лето они с сыном проведут на даче. Я полез в интернет и в одном из сообществ в соцсети нашел отличное место. Большой и чистый деревенский дом в Калужской области, у реки рядом с лесом, коммуникации и все дела. 7. Цена была не сказать, чтоб низкой, но приемлемой. По телефону я договорился с хозяином, отпросился на работе на денек и двинул туда, пока один, чтобы все подготовить к приезду жены и ребенка. Сказать, что я был рад тому, что увидел по приезду, ничего не сказать, я был просто счастлив. 8. Дом был хорош, в том старинном деревенском стиле, который так греет душу, когда живешь в городе и вокруг одни бетонные коробки. 9. Всякие крашеные изразцы и все такое прочее. Меня все устроило, я расплатился с хозяином, выспросил у него где что, как баню топить, где мангал можно разжечь, чтобы шашлыки пожарить. 10. Тот уехал, а я остался, чтобы прибраться, разложить вещи, которые я привез с собой, а наутро собирался ехать за женой с сыном. 10. Скажу, что мне еще понравилось в отношении этого дома. Он стоял в самой что ни на есть настоящей деревне. Правда, вокруг, насколько я успел заметить, были одни старики и старухи, видимо, прожившие здесь всю жизнь. 11. Молодежь, которая здесь когда-то была, похоже, разъехалась в города. 12. Мне показалось немного странным, что я не увидел во дворах детей, ведь все-таки лето, и на каникулы их могли бы отправлять к бабушкам и дедушкам, но я не придал этому значения, так как сейчас полно вариантов для отдыха. 13. И вот я раскидал вещи и пошел разведать, где речка. Пройти надо было всего лишь километра полтора, что я и сделал, и здорово искупался в прохладной воде перед самым закатом солнца. 14. Проснувшись, я возвращался уже в сумерках, как вдруг навстречу мне вышла молодая женщина почему-то в одной ночной рубашке. 15. На плечах у нее было пустое коромысло, без ведер, волосы были растрепаны, а взгляд такой, что по спине у меня пробежал холодок. 16. Это вообще было дико, она напоминала привидение. Лицо изможденное и бледное под цвет ночной рубашки, будто мертвец в савани. 16. И еще и это коромысло, какое в наше время коромысло, да к тому же без ведер, что за бред. 17. Я кивнул ей, но она не ответила, и я пошел дальше, стараясь не оглядываться на нее. 17. У соседнего дома на заваленьке сидел местный дед, и я спросил у него, что за странная девица. 18. Он совершенно не кстати заулыбался беззубым ртом. 19. А, познакомились, это наша Ленка, Ленка бешеная, так мы ее кличем. 20. Старик поднял свою клешню и указал на ее дом. Он был на противоположной стороне улицы от моей дачи. 21. Старик поведал мне, что несколько лет назад Лена, как и все молодые люди из этих мест, ездила в Москву устраиваться на работу, но там ее кто-то обидел. 22. Она уволилась, вернулась сюда, и тут-то у нее и поехала крыша. 22. Как раз в этот момент из дома вышла Лена. На этот раз в руках у нее было ведро с водой. 23. Из него она, как будто так и надо, стала поливать сложенные во дворе поленья, предназначенные для растопки печи или для костра. 24. Дед, видя мое замешательство, стал будто успокаивать меня, уверяя, что она хоть и с придурью, но безобидна, если ее не трогать. 24. Я попрощался с ним и ушел к себе. Окончательно стемнело. 25. Одному в доме делать нечего, кроме как спать. Я достал белье, расстелил постель и перед сном вышел покурить. 26. Старики в округе, очевидно, ложились рано. Во всех домах свет уже погас, и только в доме Лены он горел в одной из комнат. 27. Я закурил сигарету и невзначай стал наблюдать за окном через дорогу. Оно было без занавесок, и я видел женщину, как на ладони. Она просто стояла в своей белой ночной рубашке и все. 28. Такого странного стояния прошло, наверное, минуты две, а затем она направилась в соседнюю комнату, погасив свет в этой. 29. В другой комнате она зажгла лампу, постояла там секунд десять и вышла на застекленную веранду, предварительно погасив свет во второй комнате. 29. Включила свет на веранде, постояла там совсем чуть-чуть, потушила свет и вернулась в комнату. 30. Зажгла в ней свет, опять постояла секунд десять, выключила лампу и переместилась в комнату, где была с самого начала. 31. Включила свет, постояла, выключила, перешла в соседнюю комнату и далее по кругу. 32. Это было полнейшим безумием, но я следил за ней, как завороженный, даже позабыв про сигарету. 33. Вот она нажимает выключатель и свет в комнате горит, потом свет зажигается в другой комнате и она стоит у выключателя, все повторяется снова. 34. Вроде бы по сути свои обычные действия, но их бессмысленность рождала во мне ощущение тревоги и в то же время я не мог не смотреть. 35. Женщина выключает свет, потом зажигает свет в другой комнате, стоит, выключает свет, зажигает в другой комнате, стоит, выключает свет, зажигается в другой комнате и вдруг… 36. Как это понимать? Свет зажегся, но в комнате у выключателя никого. 37. Я уставился на окно, но в доме не было ни одной живой души. 38. Тут лампа выключилась сама собой, единственный источник света, в который я так долго всматривался, погас и я очутился в кромешном мраке. 39. Через несколько метров от меня истошно залаяла дворовая собака, нечто зашуршало в кустах и я, едва ли не откладывая кирпичи, забежал к себе в дом и запер дверь на засов. 39. Оказавшись внутри, я отдышался и постарался взять себя в руки. Выпил немного коньяка, который захватил с собой, лег в постель и почитал полчаса книгу, тоже привезенную из Москвы. 40. Но нормально читать не получилось, я не мог сосредоточиться. Все это время отвлекался и прислушивался, пытаясь уловить посторонние шумы. 41. На улице было тихо, только стрекотали кузнечики. Я потушил свет и стал силиться уснуть. 42. Без света мои органы слуха обострились и мне стало казаться, что в доме не так уж и нормально, как я себя убеждал при горящем светильнике. 42. Я услышал омерзительное царапание по стеклу. Медленно, и не буду скрывать дрожа от страха, я подкрался к окну. 43. Выглянул, никого. Но когда я перевел взгляд под окно, то увидел у самой земли эту сидящую тварь. 43. А как еще ее назвать? На ней была одна ночная рубашка. Ее бледное, как смерть, лицо жалобно смотрело на меня, но не своими глазами. Из наполненных слизью черных глазниц свалились серые черви. 44. Я отшатнулся назад и начал судорожно нащупывать электрический выключатель. 45. Наконец я нашел его. Щелкнул. Снова и снова. Но с первым щелчком выключателя вместо света в мою комнату переместилась она. 45. Тварь сидела в той же жалобной позе на коленях около окна, но уже внутри моего дома. И черви валились ко мне на пол. 46. Ползли по деревянному настилу в мою кровать. В голове у меня все помутилось. Я не знал, что делаю и зачем. 47. Схватил табурет, стоящий тут же, и ударил им существо. Оно повалилось, и не знаю, откуда у меня взялась смелость, но я принялся бить его ногами. 48. Втаптывал тварь в пол, пока не попал по черепу. Он проломился, и из него потекла густая черная жидкость. Череп развалился, как гневушка. 49. Я не ожидал такого и подскользнулся на растекшейся гадкой кашице. Больше я ничего не помню, потому что упал и ударившись об угол кровати потерял сознание. 49. Очнулся я утром. Никаких следов вчерашнего сражения с существом в доме не было. Я быстро собрался и, стараясь гнать из головы любую мысль о чем бы то ни было, бросился прочь отсюда в Москву. 50. Жене я наврал, что дом оказался в плохом состоянии, и купил ей с ребенком путевку в Турцию. Они отдохнули и загорели, и сын со свежими силами пошел в детский сад в подготовительную группу. 51. Больших трудов мне стоило стереть из памяти воспоминания о той ночи. Я ударился в работу, как сумасшедший, чтобы не было и секунды на дурацкие мысли. Как вдруг сын заболел. 52. Однажды жене позвонили из садика и попросили забрать ребенка, у которого резко поднялась температура, начали бить судороги. Диагноз долго поставить не удавалось. Его положили в больницу, стали подозревать эпилепсию. 53. Жена сутками сидела рядом с ним, а поскольку я не мог из-за занятости на работе навещать его часто, то она, чтобы я бодрился, развесила по стенкам нашей квартиры разные детсадовские фотографии с сыном. 54. Один из снимков я, к своему удивлению, никогда не видел. Похоже, он был совсем свежий. Это было групповое фото. В полном составе группа нашего мальчика и он сам со своими воспитателями. 54. Когда я всмотрелся в фотографию, то словно почувствовал, как мигом посидели мои волосы. Позже в саду мне объяснили, что эту воспитательницу будто бы сильно обидел кто-то из родителей, о чем она и сказала перед тем, как уволиться. 55. Но тогда, разглядывая групповое фото, висевшее на стене моей квартиры, я указал на женщину на фотографии и, проглотив ком в горле, лишь выдавил из себя «Кто это?» 55. «Это?» – переспросила жена. «Новая воспитательница в этом году была. Забыла отчество. Елена. Елена какая-то». 55. Тайна соседней деревни 55. Эта история произошла в семье подруги моей мамы. Мною художественно обработана, личные имена изменены. Главного героя в детстве я знал лично. 55. Последний раз с Федей мы виделись, когда нам обоим было лет по девять. В те годы мы частенько ездили в деревню, где жила близкая подруга моей матери, покупали у них мед и молоко, проводили там выходные, наслаждаясь сельским бытом. 56. Не сложно любить русскую деревню, когда у тебя имеется обратный билет в город, а полевые и огородные работы кажутся экзотикой, если ты участвуешь в них лишь пару дней в году. 56. Младший в большой деревенской семье Федя отличался редко для своих лет хозяйственностью и даже домовитостью. Ловко обходился со скотиной, играючи загонял корову в стойло, прекрасно держался верхом на лошади, с энтузиазмом участвовал в покосе или уборке картофеля. 56. Однажды мы вместе встречали Новый год. Демонстрируя свою взрослость и независимость, Федя самостоятельно установил в заснеженном огороде и поджигал фейерверки, а когда открыли шампанское, он собрал вылетевшие пробки с пола, заявив, мол, на поплавки пойдут. 57. Мне, городскому Тихони, вся эта сосредоточенность на повседневных колхозных хлопотах казалась чем-то вроде игры в дочке матери, однако мнение свое мне пришлось вскоре поменять. 58. В день нашей последней встречи он загонял во двор корову, а я наблюдал за этим, находясь на большой застекленной веранде. Как-то так вышло, что в этот момент с цепи сорвалась собака. Поднялся ужасный переполох. С оглушающим лаем Булька стала бегать за коровой и пытаться укусить ее за ляжки. 58. Буренка, в панике издавая протяжный рев, бегала по кругу небольшого внутреннего двора. Мать Феди выскочила из дома и принялась останавливать корову, а сам он в это время старался поймать и удержать пса. 59. Удалось им это далеко не с первого раза. Скотина в стойлах подняла страшный шум. Сто необычное действие, на мой городской взгляд, представлялось чем-то вроде старой черно-белой экшн-комедии с падениями в грязь, погоней и руганью. 60. В общем, происходящее казалось для меня неописуемо смешным, и на всем протяжении процесса я катался на софе от хохота. 61. После того, как все удалось уладить, красный и разгоряченный Федя зашел на веранду и, увидев мою реакцию, очень серьезно сказал «Вот когда у вас беда будет, тогда я посмеюсь». 62. Улыбка на моем лице моментально исчезла. Я отчетливо помню ее взгляд, серьезный и встревоженный. 63. Для него это совершенно точно не была игра. 63. В тот же день мы, как нормальные дети, успели помириться, потом снова поссориться и даже немного подраться, а затем помириться еще раз, так что расставались с добрыми друзьями. 64. И все же из деревни я уезжал с шишкой, потому что перед тем, как садиться в машину, меня укусила пчела. 64. Так вышло, что больше по различным причинам я не ездил в гости к Феде и о его дальнейшей судьбе знаю со слов родителей. 64. Он вырос, окреп и к 16 годам подрабатывал пастухом. 64. Однажды, в середине морозного февраля, Федя отправился в школу, но так в ней не появился. 65. Прогулы у старшеклассников явление нередкое, однако, когда он не вернулся домой ночевать, родные заподозрили неладное. 65. На следующее утро его родители, братья, многочисленные дальние родственники и друзья принялись прочесывать округу и расспрашивать односельчан. 65. Но Федя словно в воду канул, никаких следов найти не удалось. 66. Никто из друзей, с которыми он мог прогуливать занятия, его не видел, и с соседей тоже. 66. Выходило так, что последними его видели родители, когда провожали в школу. 66. Сообщили в милицию, и лишь на третий день поисков Федю нашли. 67. Обнаружил его местный житель, впоследствии утверждавший, что никаких следов рядом с парнем он не видел. 67. Федя был полураздет, лежал лицом в снегу посреди метрового сугроба, на берегу застывшей реки, что протекала вблизи села, однако был едва жив. 68. Без сознания его принесли домой, раздели и начали растирать спиртом. 69. На правой лопатке обнаружилось странное мягкое уплотнение, помимо этого никаких видимых повреждений или следов борьбы не было. 69. Постепенно найденный начал приходить в себя. Увидев это, отец заставил его принять спирта и вовнутрь. 69. Федя практически ничего не помнил, даже как уходил в школу. 69. Единственное его воспоминание, приходившееся на три пропущенных дня, было мимолетным. 69. Он говорил, что помнит, как очнулся в помещении, стены которого были сложены из необшитых бревен, смутно припоминая ту богую грязную обстановку, что лежал он на твердой деревянной лавке. 69. Сил подняться не было, все было как в тумане, и очень скоро он снова потерял сознание, ни людей, ни голосов. 69. Оправился Федя быстро, выписался из больницы, вернулся в школу. 69. Никаких особенных последствий этот странный случай на него не оказал, по крайней мере он не подавал виду. 69. Прошло еще пару лет, Федор окончил школу, стал готовиться к армии, купил себе последний писк моды того времени, Nokia 3310. 69. Однако с какого-то времени родные стали замечать, что парень частенько куда-то пропадает, возвращается поздно, стал замкнут и неразговорчив. 69. Естественно заподозрили наркотики, проверяли у него вены, заставили съездить в город и сдать мочу на анализ, однако все было чисто. 69. Вскоре он сам признался, что ходит в соседнюю деревню Подушкино, где познакомился с очаровавшей его девушкой Катей Калаченко и намерения у него самые серьезные. 69. Федя мог проводить вне дома по два дня, уходил с другом на дискотеку в Подушкино и возвращался только на следующий день в непредсказуемом настроении. 70. Иногда он был напряжен и обеспокоен, а порою после возвращения гулял с блаженным видом по селу и улыбался всякому встречному. 71. Странное поведение беспокоило родных, но придраться было особо не к чему, он всегда был на связи, предупреждал о своих походах, иногда звонил сам. 71. Друг, с которым он ходил в соседнюю деревню, все подтверждал, так что оснований для недоверия не было. 72. И все же вскоре подозрения семьи оправдались в худшем из возможных вариантов. 73. Федю и его друга нашли повесившимися в старом заброшенном сарае на обычных бельевых веревках. 74. Страшная весть разнеслась по деревне со скоростью света. 75. Причин полагать, что ребята повесились недобровольно, у милиции не было. 76. Ссадин и синяков нет, следов, что в сарае был кто-либо еще тоже. 76. Однако имелась при этом череда странностей. На обоих висельниках были надеты одинаковые широкие солнцезащитные очки, замазанные свинцовыми берилами. На столе лежала записка, написанная Фединой рукой. 76. В ней говорилось «Мой адрес улица Ванцетти, дом 20, значение Х3731, здесь переход». Пару слов в конце разобрать было невозможно. Изначально семья Феди посчитала, что это адрес его возлюбленной. Тем более в тот роковой день они снова собирались идти в Подушкино. 76. Придавленные горем родственники немедленно направились в соседнюю деревню, где с удивлением узнали, что никакой Калаченко Кати и вообще никого с такой фамилией здесь не проживает. 76. Улицы Ванцетти тоже нет. Местный клуб давно закрыт. 76. И никаких дискотек здесь не проводится аж с 80-х годов, а сама деревня очень маленькая и почти умирающая. Никто в Подушкино никогда не видели ни Федю, ни его друга. Местные старики уверяли, что если бы из соседнего села сюда приходили молодые парни, это не осталось бы незамеченным. По настоянию семей было произведено вскрытие. Никаких следов наркотиков, ядов и прочего. 77. Причина смерти – асфиксия. 78. На спине у Феди обнаружили то самое странное образование – несколько жировых складок, выпирающих в виде бугорка. Происхождение этого нароста врачи объяснить не смогли. 79. Где пропадали ребята, когда якобы уходили в соседнюю деревню, и что означает их высшей степени загадочная записка, так и осталось загадкой. 79. Более того, когда стали просматривать Федин телефон, в нем обнаружилось несколько СМС-сообщений с беспорядочным набором символов, датированных 3700 годом. Хотя сотовый оператор объяснил это, естественно, сбоем сети. 80. Хоронили Федю всем селом. Вся могила венками была завалена. 80. Соседи судачили, что, мол, несчастная любовь парней сгубила. 80. Вот только родные в этом сильно сомневаются. 80. Оставив автомобиль на дороге, так как дальше было не проехать. 80. Алексей двинулся на своих двоих, то и дело поправляя на плече тяжелую спортивную сумку с гостинцами для деда. 80. Молодой человек остановился на центральной, единственной улице, оглядывая убогий пейзаж. 80. Дома казались опустевшими, словно в них никто давно не жил. 80. Ставни были заколочены, из труб не поднимался дым. 80. Селение вымирало. Молодежь уехала в город, а старики доживали свой век. 80. Еще два десятка лет назад здесь все было иначе. 80. Маленький Алеша играл со своими друзьями. 80. Жизнь бурлила. 80. Но сейчас, по-видимому, из старых знакомых никого не осталось. 80. Возможно, кто-то спился, а другие уехали, решив начать новую жизнь в большом городе. 80. Алексей с изумлением смотрел на покосившиеся от времени дома, что стояли на честном слове. 80. Казалось, подует ветер, и эти строения рухнут, не выдержав напора. 81. Огороды исчезли под густым сорняком. Не было слышно ни звука, ни собак, ни птиц. 81. Да что, они здесь вымерли, что ли? 81. Пробормотал он себе под нос. 81. Переступая через неровности дороги, Алексей медленно приближался к такому знакомому дому. 81. К его облегчению ставни были открыты, как, впрочем, и входная дверь. 82. Сунувшись внутрь, молодой человек сразу ощутил неприятный сладковатый запах, который ударил в нос. 83. Помощившись от отвращения, Алексей громко окликнул деда, внимательно приглядываясь к обстановке. 84. Вроде ничего не изменилось. Та же старая мебель, что и раньше. 85. Наконец, послышались приближающиеся тяжелые шаги. 86. Из мрака комнаты появилась сухая фигура, в которой молодой человек узнал своего деда. 85. Седая борода была всклокочена, как и редкие волосы на голове. 86. Два злобных глаза уставились на Алексея из-под густых бровей. 86. Старик что-то прошамкал, сплевывая себе под ноги. 87. Кто таков? Алексей опрянул, растерявшись. 87. Дед, ты меня не узнаешь? Я внук твой. 87. Какое-то время ничего не происходило, а потом морщины на лице разгладились, и на сухих губах появилась довольно улыбка. 87. Алешка! Закричал старик во все свое мощное горло. 87. Ну, чертяка! Вымахал-то как! 88. Дед без усилий оторвал 90-килограммового внука от пола, тряся его. 89. А я думаю, кого это принесла нечистая? Уже обрадовался. 89. Они сидели возле окна за старым круглым столом. 90. Перед Алексеем стояла тарелка с вареным мясом. 90. В блюдце лежали вялые огурцы и помидоры, и сыр, который успел покрыться плесенью. 91. Внук рассказывал деду о жизни в городе, о родителях. 91. Рассматривая фотографии, старик охал, сетуя на то, как изменился его сын с невесткой. 91. Я тут тебе еще гостинцы из города привез. 91. Алексей запустил руку в спортивную сумку. 91. Он извлек и положил на стол пакет с конфетами, вафли и колбасу. 92. А последний вытянул литровую бутылку водки, которую водрузил между блюдцами с едой. 92. По маленькой, поинтересовался внук. 93. Можно и по маленькой. 93. Не стал возражать старик, глядя на бутылку без особого интереса. 94. Вот только у меня от этой водички изжога. 94. Хм, да, но у меня есть еще вино. 95. Оф, выдохнул дед. 95. Привыкли в своем городе пить всякую дрянь. 95. С этими словами он поднялся с лавки и направился в погреб, откуда вскоре появился с двухлитровой бутылью самогона. 95. Дед, а куда делись все местные? 96. Вспомнил внук. 96. Ай, отмахнулся старик, глядя с любовью на принесенную бутыль. 96. За окном уже смеркалось, когда бутылка с самогоном наполовину опустела. 96. Было видно, что старик хорошо захмелел, так как его лицо покраснело, а речь стала невнятной. 96. Да и сам Алексей, сидя на лавке, то и дело клевал носом. Не привык пить такими ударными дозами ядреное пойло. 97. Где-то на улице заухала сова, а вдалеке в лесу завыли волки. 97. Луна поднялась из-за макушек деревьев, заглядывая единственным глазом в комнату, где пылала печь, разнося по помещению приятное тепло. 97. Выпив еще стакан, старик подпер щеку ладонью, а потом заунывно завыл, выводя какую-то грустную песню. 97. Алексей слушал про себя, морщась от этих скрипучих звуков. Явно в детстве его старику наступил медведь на ухо. 97. Дед, перебил он старика. А все-таки, куда делись все местные? Я же отлично помню, сколько раньше здесь жило народу. 98. Старик тяжко вздохнул, пытаясь сосредоточить взгляд на своем внуке. Да съел я их всех. 98. Что значит съел? Не понял Алексей. А то и значит, что взял и съел. Хохотнул старик, громко щелкая зубами и указывая на вареное мясо, что все еще лежало на тарелках. 98. Дед, да ты нажрался! Тоже хохотнул Алексей. 99. Нажрался? Переспросил тот загадочно, улыбаясь. Ну-ну. 99. Ну да, дед, нажрался. А что ты скажешь вот на это? 99. С этими словами старик задрал свою грязную рубаху, открывая уродливый рубец у себя на груди, который обычно остается после вскрытия тела в морге. 99. В некоторых местах кожа разошлась, показывая бледную плоть, местами подгнившую и почерневшую. 99. Алексей понял, откуда исходил этот неприятный сладковатый запах. Он мигом протрезвел, не веря своим глазам. 99. Чтобы жить, мне надо хорошо питаться, проговорил старик. Вот и пришлось пожертвовать соседями. Благо, что их век подходил к концу. 99. Но ты не беспокойся. Тебя я не трону. Ты же мой внук. 99. Но Алексей его не услышал. В ужасе от увиденного, он уже мчался прочь из дома, из деревни, желая одного, чтобы как можно дальше убраться от этого места. 99. Он плюхнулся за руль, вдавливая педаль в пол и разгоняя свой автомобиль по лесной дороге. 99. Старик же, выйдя на порог, с сожалением проследил за тем, как удаляется свет от автомобильных фар, а потом вернулся обратно в дом к недопитому самогону. 99. Он-то хотел раскрыть своему внуку тайну вечной жизни, но теперь... 99. Эх, крякнул дед, мысленно махнув рукой, принимая вовнутрь новую порцию самогона. 99. На наш век еще хватит. 99. На наш веке 100. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...